Поисково-спасательные отряды Министерства по чрезвычайным ситуациям нашей страны на протяжении нескольких дней находятся в Турции. Помощь в ликвидации последствий сильнейшего землетрясения оказывается непрерывно. Об этом далее. Сильное землетрясение в Турции. Сколько же жизни оно унесло, а сколько пострадавших, оставшихся без крова родных и близких. Статистика в этом плане все время меняется, отражая масштаб катастрофы. Активное участие в поисково-спасательных мероприятиях принимают и специалисты МЧС Узбекистана, разгребая руины зданий. Очередной такой объект – это разрушенная больница Коня на 500 мест в Антаке. По словам специалистов, под завалами остались около 100 человек. Потому, не теряя ни минуты, поисковики принялись за дело, чтобы добраться до них. Многие из них, быть может, еще жилы. В этой больнице лечился и мой друг. Он остался под завалами. Очень надеюсь, что его все же найдут живым. В глазах местных жителей надежда на то, что спасут их родных. Несмотря на то, что с каждой секундой шансы на это уменьшаются, наши спасатели из-под обломков здания в провинции Хатай извлекли живым еще одного человека, остававшегося под завалами 102 часа. В настоящее время мы вместе со спасателями из Узбекистана ведем поисково-спасательные работы на двух частях территории больницы в Антаке. С этой стороны удалось извлечь из-под завалов живыми пять человек. Еще двоих с задней стороны разрушенной больницы. И мы продолжаем поиски. Спасательные работы продолжаются. Редактор субтитров А.Семкин